Девушки отдыхают Покажем водителей, севших за руль с признаками опьянения Отстраняют тебя от вождения транспортного средства А также случайный прохожий увидел в кустах окровавленного инвалида-колясочника Это и не только, прямо сейчас Выстрелы раздались ночью в одном из дворов на улице Декабристов в Казани В полицию позвонили жители дома Они сообщили, что на улицу ходит мужчина, стреляет из пистолета И периодически отдыхает в припаркованном неподалеку автомобиле Вскоре он ушел, но вопросов осталось много Кто это был, зачем стрелял и откуда у него пистолет Стрелявшего нашли быстро По номеру машины полицейские вычислили, что живет он в этом же доме Звуки в этих домах такие слышать как-то страшно Выстрелы, прогремевшие в ночной тишине, насторожили многих жителей окрестных домов В том, что это была именно стрельба, никто не сомневался Скорее выстрелы, потому что петарды не так звучат Погромче, чем петарды Но я не так много услышал, потому что потом в туалет зашел Выстрел в пять Что именно я услышал? Друг сел в сотом доме Сейчас вышел, прохожу, думаю, полить снова Вот, наверное, на это и приехали Очевидцы сообщили, мужчина с пистолетом ходил за домом И периодически садился в припаркованную там иномарку На багажнике автомобиля полицейские нашли стреляные гильзы На звук сработавшей сигнализации никто не отзывался Но полицейские быстро узнали адрес владельца автомобиля Он живет в этом же доме, но дверь в квартиру открывать никто не спешил Дверь стражам порядка все же открыли В квартире был сам мужчина и его жена Она призналась, пистолет у мужа есть Предполагаемого хулигана задержали Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения Практически не мог говорить и еле держался на ногах В отдел полиции «Восход» поступило сообщение о том Что на улице декабристов бегает мужчина и стреляет из пистолета На место происшествия выехали сотрудники полиции Установлено, что мужчина в состоянии опьянения Осуществлял выстрелы из травматического оружия Казанец 1986 года рождения был задержан и доставлен в полицию Пистолет где? Пистолет полицейские изъяли и направили на экспертизу Сейчас по данному факту проводится проверка И после нее в отношении мужчины будет приниматься процессуальное решение Леана Бахти, Иван Варшарифуллин, Вызов 112 Проверку проводят полицейские и по факту стрельбы Рядом с одним из домов на улице Фучика в Казани Видео инцидента появилось в социальных сетях На записи видно, что предположительно двое подростков прятались в подъезде А третий, не имея возможности зайти внутрь, начал стрелять в воздух Разбудив при этом жителей дома В настоящее время по данному факту проводится проверка По результатам которой будет принято процессуальное решение Установлено, что сообщений в полицию по данному факту не поступало Сообщений из медицинских учреждений о пострадавших в результате данного инцидента в полицию не поступало Проверить водителя «Жигулей 7-й модели» решили автоинспекторы, заметив автомобиль на улице Мустина Водитель быстро свернул во дворы, но сотрудники дорожно-патрульной службы настигли его у магазина При проверке документов у водителя они заметили признаки опьянения И предложили мужчине пройти освидетельствование Это потому, что он так разговаривает? Я только его понимала Нет, нет, зачем нормально разговаривать? Знакомая водитель Лады не сомневалась Ее приятель совершенно трезв О признаке опьянения всего лишь особенности речи «Жигулей 7-й модели» автоинспекторы заметили на улице Мусина Водителя решили проверить И в этот момент он свернул во двор Сотрудникам дорожно-патрульной службы он рассказал Просто ехал к девушке Однако во время проверки документов у 37-летнего мужчины обнаружили признаки опьянения Мужчине предложили пройти экспресс-тест на наличие в организме алкоголя «Дуин, дуин, 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 стоп» Результат отрицательный По нулям алкоголь не обнаружил С результатом мужчина согласился Алкоголь он не употреблял Водителю Равилю Джахангер Оглы предлагают проехать в медучреждение для сдачи анализа на употребление психотронных наркотических веществ. Согласны ли вы проехать в медучреждение для сдачи анализа? Пойдем. Согласны проехать в медучреждение для сдачи анализа? Да, да, да. Сначала мужчина согласился пройти медосвидетельствование, но уже в больнице передумал. Теперь его ждет суд, штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Алсок Медян Ванвар, Шериф Улин, Вызов 112. Уголовное дело и возможность на два года лишиться свободы заработала 39-летняя женщина, сев за рулем опеля с признаками опьянения. Иномарку автоинспекторы остановили на улице Восстания для проверки документов. Как выяснилось, женщина не имела права садиться за руль. Два года назад ее задержали за рулем с признаками опьянения и лишили водительских прав. Удостоверения она еще не получила. При общении с ней сотрудники дорожно-патрульной службы снова заметили у нее признаки опьянения и предложили пройти освидетельствование. Но она отказалась. И теперь за рецидив вождения в нетрезвом виде в отношении нее возбудили уголовное дело. Статья предусматривает от штрафов 300 тысяч рублей до реального лишения свободы на срок до двух лет. Два Volkswagen, Bora и Jetta столкнулись на перекрестке улиц Большая Крыловка и Вахитова. Оба автомобиля получили значительные повреждения. Но если Jetta, несмотря на сильно покореженную переднюю часть, могла передвигаться самостоятельно, то Volkswagen у Bora требовался эвакуатор. Бедные машины, ё-моё! Удар пришелся в правое переднее колесо, сильно повредив подвеску. По предварительным выводам автоинспекторов, вина за случившееся лежит на мужчине, управлявшем Volkswagen Jetta. Он двигался по большой крыловке прямо и не пропустил завершающую проезд перекрестка девушку за рулем такси. Я совершала маневр, а он отсюда просто влетел в меня. Тем более он ехал по полосе, где можно повернуть только направо. И это не прямо же нельзя, только направо. Если он повернул направо, то аварии бы не было после. Услышал из кустов хриплые крики о помощи и увидел там окровавленного, лежащего на боку человека, инвалида-колясочника. Такую историю рассказал позвонивший в экстренные службы мужчина, который не смог пройти мимо человека, попавшего в беду. Вызвав скорую помощь и стражи порядка, он помог мужчине подняться и расспросил, как он оказался в зарослях, в которые не так просто пробраться пешком, не говоря уже о коляске. Мужчина, представившийся Тимофеем, рассказал ему, что его туда просто выбросил неизвестный ему человек, которого он угостил спиртным. Да никто не бьет, господи. Кто меня и забьет-то, урод-то. Утверждал, помощь ему не так уж и нужна. Есть, конечно, проблемы, но он уже привык. Единственный, не мог сам выбраться из кустов, куда его закинул случайный знакомый. Там его хриплый крик и услышал прохожий, который вызвал скорую помощь и полицию. Вот в кустах валялся, кто-то, видать, опрокинул. Прямо в таких кустах, не возле дороги, а кто-то, как будто его туда выкинул, и ему там помог кто-то поднял. Мы вместе бухнули, и там и не отшелся. Почему его новый собутыльник так с ним поступил, он не знает, но за свою жизнь привык к подобному к себе обращению. Ну, проживаешь-то где? Рассказал, так было не всегда. Сам родом из Бугульмы. Была жена, есть две дочери. Понимать, что им отец не нужен, так же, как и они ему. Я их не воспитывал. Украл, выпил в тюрьму. Украл, выпил в тюрьму. Он бы никого не убивал, не насиловал, да и просто кражи какие-то. Рассказывает, в Казань его привезли волонтеры. Определили в приют для бездомных, но оттуда он ушел. Я уже 8-9 месяцев здесь, в Казани, живу, а мне инвалидность не делают. И за это я ушел на принцип. Официально признанной инвалидностью ему нужна не просто как факт. Надеется, будет пенсия. А это сильно облегчит существование. Почему? Я инвалид первой группы, а мне не платят. Вот я иду в пятерочку, я прошу, тратим, тратим. Ты что хотел там? Топленое молоко? Хлеб? Еще что надо? Ну, то что мы есть в одном? Сейчас я сбегаю, возьмете. Как вас звать? Тимофей. Тимофей, вам помощь нужна в скорой? Я не знаю, возьмете, возьмете. Врачи оставлять человека на улице не стали, забрали для обследования в больницу. На месте было не разобрать, где старые раны, а где новые. И в каком они состоянии. Но все понимают, что в скором времени он снова окажется на улице. Это все, о чем успели вам рассказать. До встречи и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова